Всем привет! На связи Академия Росатома и сегодня мы ответим на вопрос, как не позволить эмоциям взять над собой верх. Меня зовут Станислав Косач. Итак, приступим. Давайте подчиним себе наши эмоции. С нами каждый день случаются приключения. Большие и маленькие, хорошие и не очень. Внутренний барометр чутко реагирует на них, помогая изменить нашу жизнь к лучшему. Но иногда кажется, будто трудности возникают специально, чтобы нас свести с ума. Эмоции зашкаливают, лишая способности трезво мыслить. Что же делать, чтобы взять себя в руки? Как контролировать свои эмоции? Эмоции сопровождают нас везде, и это правда. Это своего рода сигнальная система организма. С их помощью мы адаптируемся, принимаем решения, действуем. Они помогают оценить обстановку, опасно или безопасно. Другая их функция – побуждать действовать. Без них мы бы не могли строить отношения и общаться, достигать целей и творить. В идеальном варианте с эмоциями сражаться, конечно, не нужно. Ими не нужно управлять. Это они дают нам подсказки. Если мы внимательны к себе и видим взаимосвязи, находимся в контакте со своими переживаниями, то эмоции становятся нашими партнерами. Если же мы себя не слышим, чувства начинают кричать. И тогда мы вынуждены искать пути, как управлять своими эмоциями. Что ж, вот несколько советов, которые помогут быстро найти общий язык со своими чувствами и эмоциями. Совет первый. Научитесь узнавать свои чувства и признавать их. Эмоциональной грамотности в школе не учат, хотя этот навык просто необходим. Чтобы управлять своими эмоциями, их нужно научиться распознавать. Мы часто не знаем, что чувствуем. К примеру, сегодня мой первый день на новой работе. И когда я думаю об этом, с телом начинает что-то происходить. Появляется напряжение. Становится трудно усидеть на месте. Я испытываю тревогу, предвкушение и то и другое. Или ничего из этого. Или такой эффект вовсе от чашки эспрессо натощак сегодня утром. Если вам так же, как и мне, сложно ответить на вопрос, что ты чувствуешь, уделите время навыку распознавания чувств. Начните с простого. Эмоция позитивная, негативная или нейтральная. Она одна или их несколько. А насколько интенсивно я эту эмоцию переживаю от нуля до десяти. Посмотрите в зеркало. Какое у вас выражение лица? Какая мимика? Замечайте, как разные эмоции проявляются в теле, мыслях, действиях и к чему они вас побуждают. Признавайте все, что возникает и выбирайте адекватные пути выражения. Этот прием позволит почувствовать себя и сразу снять половину проблемы. Ведь половина решения любой проблемы – это ее осознание. Совет 2. Осознайте, что выбивает вас из колеи. Нас выбивают из колеи абсолютно типичные ситуации. Это могут быть мелочи. Но если они вызывают внутренний ураган, то просто отмахнуться от них очень сложно. Запишите все, что сумеете вспомнить. И потратьте еще какое-то время на наблюдение за собой. Дополните этот список. В него могут попасть определенные люди или типы людей, ситуации, критика или недовольство. Вы можете заметить, что не все, что неприятно вам, неприятно другим. И наоборот. Так вы получите карту триггеров. Вам больше не будет казаться, что эмоции возникают сами по себе. И вы сможете влиять на эту ситуацию. Если мой триггер грубый кассир в магазине, то вместо того, чтобы копить обиду, я могу проанализировать общение с ним и построить разговор по-другому. Ну или просто перестать делать покупки в этом месте. Третий совет. Научитесь конструктивно выражать свои чувства и эмоции. Интенсивные эмоции могут возникать в ответ на совершенно конкретные вещи, которые не устраивают конкретно вас. Но для того, чтобы нас услышали, важно уметь конструктивно выражать свои чувства и стоящие за ними потребности. Например, коллега пообещал помочь с трудной задачей и по какой-то причине не спешит этого делать. У вас может нарастать недоверие и обида. Вместо того, чтобы прояснить ситуацию, вы начинаете сторониться коллегу или всем своим видом показывать свое недовольство. Через пару дней он устает от этого накала чувства и эмоций и спрашивает в лоб, что случилось. И вы взрываетесь. А потом оказывается, что он просто забыл, но отношения уже испорчены. Вместо того, чтобы вынашивать в себе бурю, проясните ситуацию и постарайтесь спокойно поговорить, обсудить все, что вас беспокоит. Такой инструмент поможет избегать конфликтов и неприятных ситуаций. Коллеги, сегодня мы постарались взглянуть на эмоции как на верного помощника, который направляет нас и помогает нам лучше чувствовать самих себя. Но чтобы эмоции не взяли над нами вверх, следует их распознавать, понимать и принимать. А для того, чтобы избегать лишних переживаний, следует выделить те факторы, триггеры, которые раз за разом выбивают нас из колеи. Если эмоции все же начинают над нами властвовать, важно не растеряться и конструктивно поделиться своими переживаниями, разрешив проблемную ситуацию на самом корне. Уверен, эти советы вам пригодятся. Становитесь эффективнее вместе с нами. С вами была Академия Росатома и я, Станислав Косач. Субтитры создавал DimaTorzok